Всем привет, с вами Денис Мейджор. Итак, прошел долгожданный Нинтендо Директ, у меня был стрим, то есть можно было посмотреть все это в прямом эфире, но я решил снять также вот такое видео, чтобы, ну, как-то более компактно скомпоновать свои впечатления, тем более, что когда закончился этот ночной стрим, было 2 часа ночи, как-то было уже не до впечатлений, хотелось спать. Хотя, в целом, Директ мне понравился, но я сразу бы хотел пояснить такие вещи, которые я тоже всегда поясняю, но часто люди там расстраиваются, типа, что вот Байонету не показали, продолжение Breath of the Wild не показали. И, смотрите, то есть Нинтендо делает несколько Директов в год, и, как правило, это 2-3 Директа, причем, то есть вот сейчас февраль Директ, где-нибудь в районе, как должна быть Е3 в июне может быть Директ, и где-нибудь осенью, сентябрь-октябрь, тоже может быть Директ, как это обычно бывает. И в последнее время Нинтендо не показывает игры, которые там выходят там нескоро, то есть если посмотреть даже, что было вот на этом Директе сейчас, который мы сейчас будем тоже обсуждать, то это были игры, которые выходят, ну вот, либо весной, либо там, в худшем случае, летом. Самая поздняя игра была сентябрь, но это, типа, был самый последний анонс. Вот, то есть на самом деле еще в июне может быть Директ, еще в сентябре или в октябре может быть Директ. Там в прошлом году, по-моему, Metroid Red показали буквально за 2 месяца на осеннем Директе. Так что это абсолютно нормально, естественно, что у Нинтендо обязательно будут выходить игры позже сентября. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, опять же. Это уже, правда, следующий год, но неважно. То есть будут выходить игры и будет по ним Директ когда-то позже. Поэтому та же Breath of the Wild, продолжение Breath of the Wild, которое, честно говоря, я бы не сильно рассчитывал увидеть в этом году, но даже если оно будет в этом году, то ее покажут в каком-то Директе потом. А то, что мы смотрим вот сейчас, это то, что выйдет в ближайшее время, ну, по крайней мере, большинство из этих игр. Мне нравится, что Нинтендо расставили у себя в видосе такие ссылочки. Можно сразу обсудить все по пунктам. Fire Emblem Warriors. На самом деле уже, получается, вторая серия Fire Emblem Warriors только теперь конкретно посвящена игре Free Houses в этой же вселенной с этими же героями. И не то, чтобы нам нужна сильно очередная Musou, тем более, что, скорее всего, она снова будет работать не очень хорошо. Вот, то есть единственная Musou на свиче, которая нормально прям вот хорошо с производительностью работает, это первая Hyrule Warriors, не Age of Calamity. Хотя, да, получается у нас две Hyrule Warriors уже, две Fire Emblem Warriors. Ну, Musou жанр своеобразный. Я рекомендую посмотреть мои видосы по вот этим играм, по Age of Calamity, по Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, ну, по первой Hyrule Warriors. У меня один видос, по-моему, был, где я их сравнивал, первую часть Hyrule Warriors. Так что, ладно. Так, Advance Wars. Дальше у нас это просто обновленная информация по ним. Это тактические игры, которые еще с Game Boy Advance. Сейчас их перездают, даже что-то переозвучивают. Правда, судя по всему, без русского языка будет. Но, тем не менее, ждем. Это сейчас скажут, где у нас дата, чтобы не наврать. 8 апреля 2022 года, по-моему, был перенос. И вроде бы, как бы, планировали выпустить раньше. Не знаю, почему задерживается игра, но, тем не менее. Мне, честно, интересно поиграть. Но, едем дальше. No Man's Sky. Это, конечно, анонс, которого я не ожидал увидеть, хотя я сразу догадался, увидев вот это. Где там, где, где, вот это. Вот эту картинку я увидел. No Man's Sky на свиче. Но, с одной стороны, логично. Типа, все должно выйти на свиче. Ну, не знаю, всякая, особенно там индюшатина, как No Man's Sky. Я помню, как я играл в No Man's Sky еще, когда он только вышел на PlayStation 4. Мне, на самом деле, понравилось. Мне, скорее, ну, там все расстроились, что вот того не было, того, что там обещали разработчики. Я не слушал обещания разработчиков. Я просто там, ну, увидел игру. Мне она, в принципе, зашла. Потом, вот то, что они там добавляли, обновляли, мне, скорее, не зашло. Хотя, ну, в принципе, да, какой-то фан можно в игре ловить. И сейчас вот она выходит на свиче. Можно видеть, насколько порезали графон. То есть, конечно, YouTube еще жмет. Но видно, что такое низкое разрешение. Естественно, будет 30 FPS, скорее всего, там, с какими-то просадками. Но, вроде как, играбельно. Поэтому я, в любом случае, скорее всего, буду ее, там, не знаю, стримить. Какие-то видосик по ней сделать. Я заходил в No Man's Sky где-то месяц назад. Так, немножко поиграл. В целом, конечно, не то, чтобы там много есть чего делать. Еще тут непонятно, что будет у нас. Кроссплея, скорее всего, не будет. Но онлайн должен быть. Так что, посмотрим. Далее. Mario Football. Релиз, по-моему, последний был на Nintendo Wii. На Wii U не было. И сейчас снова Mario Football. Я бы поиграл, честно. Там пятеро на пятеро. Это можно играть восьмером за одной консолью. Да, здесь где-то об этом говорится. Я помню, на директе об этом говорили. Что восемь человек могут играть за одной консолью. Напомню, что уже в Smash Bros можно восьмером играть за одной консолью. Игра у нас выходит уже довольно тоже скоро. То есть, вот, 10 июня. Ну, как бы, это лето, да? Вот. Но, тем не менее. То есть, релиз такой довольно громкий. Ну, для Nintendo. Особенно, там, для фанатов Nintendo, которые следят за играми серии, там. В том числе, Mario очень давно. Ну, да, у Марио есть много спин-оффов. Есть Mario Tennis, Mario Golf, Mario Football, Mario и Sonic на Олимпийских играх. Ну, и так что это довольно логично. И жаль. Даже, не знаю, не жаль, но странно, что только сейчас они начнут. Мне, например, Mario Tennis Aces не понравился все-таки. А вот Mario Golf очень даже. Так, Splatoon 3. У нас здесь просто показали обновленный режим Salmon Run, который просто здесь разовьют. Но Splatoon 3, как бы, у нас все по плану. Лето 2022 года. У меня, конечно, вот такие анонсы, типа, лето 2022 года. И чё? Когда конкретно? То есть, всегда думаешь, наверное, перенесут. Потому что, когда есть дата, ну, тоже могут перенести. Ну, менее вероятность. То есть, чем меньше точности, да, вот в дате, тем больше вероятность переноса. Далее. Front Mission Remake. Причём обещают и первую часть, и вторую часть завести на Nintendo Switch. И это, конечно, очень необычно. То есть, такая у нас игра вот эта с мехами старая. Тактическая. Где у нас тут вот побольше картинки с неё. Очень необычный, неожиданный, точнее, выпуск. В общем, я бы в такое поиграл. Ну, правда, тоже у нас тут, видите, лето 2022 год. Ну, и серия, надеемся, что не перенесут. Но пока бабка на двое сказала. Дальше, чё у нас? Disney, вот эта гоночка вообще мне неинтересна абсолютно. Тем более, что явно она разрабатывается не под Switch. То есть, скорее всего, она разрабатывается под другие консоли. На Switch будет работать, ну, а бы как, по остаточному принципу. И учитывая, что у нас есть Mario Kart, по которому тоже сегодня будет обновление. Ну, точнее, в этом директе. Вот. То вообще неинтересно. Так, дальше у нас. Star Wars Force Unleashed. Причём это порт с Wii. И, да, я сначала что-то не понял. Думаю, как-то странно выглядит. Ну, как-то не так я её помню с PlayStation 3. Да, это другая игра, по сути. Хотя в той же вселенной. И, видимо, с Motion Control или как-то так будет. Потому что на Wii как было. Вот. Но тут в Твиттере Семён Костин, например, автор DTF, написал, что эта часть ему нравится даже больше. При том, что Семён, он как бы, ну, не такой там Nintendo Boy. Правда, он говорит, что это ещё и на PlayStation 2 эта часть была. Тут я вообще не могу сказать ничего. Но, тем не менее. Вот. То есть, что здесь как-то повеселее играть. Он утверждает. Посмотрим. 20 апреля. Окей. Ждём. Assassin's Creed EZO Collection. Коллекция, где был EZO Аудиторе. Три части. И это выйдет уже 17 февраля. Я запрашивал Ubisoft. Они мне сказали, что дадут код. Можно будет. Так что я смогу там постримить. Может быть, какое-то там сделать какое-то техническое сравнение. Ну, единственное, что по трейлеру видно, что это будет 30 кадров в секунду. Но, вроде как, в высоком разрешении. Там, ну, Full HD, по крайней мере. Игры, в принципе, мне кажется, вторая часть. И вот последующие не очень хорошо сохранились. То есть, мне кажется, вот, ну, первая даже Assassin's Creed немножко лучше сохранилась там как-то по картинке. Ну, и более поздний, там, четвёртая Assassin's Creed, там, да. Но посмотрим, как у нас будет играться EZO Аудиторе на Nintendo Switch. Дальше у нас Gundam от Namco Bandai. Ну, я не смотрел, не играл. Или что здесь нужно делать, фигурки покупать. Но выглядит забавно. Так, дальше у нас Chrono Cross. Ремастер. Ну, вот, мне не нравится такой ремастер. Вот, смотрите. То есть, ну, я вам сейчас покажу, что... Ну, что это? Ну, ладно, да, была такая локация. Но, блин, оно выглядит вот как не из этого мира. Знаете почему? Потому что это игра с PlayStation 1, которую просто грубо апскейлили. И это тот случай, когда игра с PlayStation 1 мне нравится гораздо больше. Ну, то есть, даже вот сейчас запустить. Сейчас я вам покажу. То есть, даже вот в таком виде, ну, мне кажется, она как-то лучше смотрится. Потому что разрешение вот ассетов, ну, как бы с разрешением моделей. Всё это подогнано друг к другу с интерфейсом и всё. То, что сделали в этом якобы ремастере, это просто апскейлили так очень грубо. И не знаю, сколько-то будут продавать. Я не играл в оригинал, но дело не в этом. Я бы лучше поиграл в оригинал, чем вот в такой ремастер, за который ещё денег запросят. Так, ну, у нас показ по Кирби. Кирби будет скоро. Выглядит игра сочно, вкусно, интересно. То есть, прям я уже хочу в это поиграть. Жаль, что не будет русского языка. Жаль, что, скорее всего, не будет 60 фпс. Но я очень надеюсь на увлекательное приключение. Тем более, что предыдущая Кирби, которая выходила на свече, Кирби Старолайз, ну, она так себе. Я к ней не раз возвращался, давал ей шанс. И, ну, даже в коопе, где она хоть более-менее как-то играется, ну, я не знаю, ну, шляпа какая-то. Ну, честно, ну, скучно. То есть, мы-то с ребёнком опробовали Кирби Сви, которые там выходили. Гораздо интереснее просто играть, чем вот Кирби Старолайз. Здесь, правда, вот у нас на двоих, да, будет только режим. Ну, есть Кирби, где можно на двоих, есть где на четверых. Кирби Старолайз можно было вчетвером. Восьмером, по-моему, нет. В четвером можно было. Но здесь только вдвоём. Но, тем не менее, вот всё, что я вижу, говорит о том, что игра будет гораздо интереснее, чем Кирби Старолайз. Я надеюсь, что она не подведёт. Это у нас выход уже, 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 уже 25 марта. То есть, чуть больше, чем через месяц. В ближайшее время. Дальше, MLB The Show. Ну, это понятно, это бейсбол или что-то. Бейсбол, да. Но самое интересное другое. Это игра PlayStation Studios. Которая, ну да, она ещё была интересна, что она вышла на Xbox, да ещё и в геймпассе с первого дня. Это было смешно. Здесь будет картридж. Короче, вот, смотрите, картридж, да, для Switch'а и будет PlayStation Studios. Понятно, играть я в этот не буду, но я не знаю. Я теперь думаю о том, чтобы купить такой картридж в коллекции. Ну, чисто, не знаю, ради прикола. Так, дальше у нас показали целую пачку Kingdom Hearts, но Cloud Version. То есть, облачные версии. Я не понимаю. То есть, я вот смотрю на это, ну, блин, это PlayStation 2, образно, да? Ну, то есть, камон, почему не стали портировать по-нормальному? Будет в облаке, тем более у нас, по-моему, в России большинство игр в облаке вообще недоступны. Ну, ладно, окей. Из серии. Мне тогда неинтересно. То есть, мне и так серия Kingdom Hearts как-то, ну, не заходит. Ну, тем более в облаке. Клоно. Окей. Кто-то, я знаю, что даже ждал эту игру. У меня с ней не связано вообще ничего. Но выглядит местами забавно. То есть, я бы в такое поиграл. Особенно, если будет работать нормально. Не как какой-нибудь Balan Wonderworld. Но здесь вроде и не должно. Да, будет проблем. Вот дальше интересный релиз. Смотрите. Портал. Обе части. Портал выходит на Nintendo Switch. Было бы круто, конечно, целый Orange Box завести. Но выходит только Портал 1 и 2. И вот даже, судя по трейлеру, может, даже будет работать 60 FPS. Но это не так критично для Портала. Не особо экшеновая игра. Но довольно интересные эти головоломки. Тем более вторая. Она еще такая более сюжетная. Да, там. Не будет ничего спойлери. Вдруг там кто-то не играл. Посмотрим. Будет даже, смотрите, мультиплеер. Мультиплеер. Так, что, ну-ка, где-то у нас про мультиплеер они говорят. Даже локальный. Вот. Локальный сетевой мультиплеер. Режим разделения экрана даже будет. Я думаю, что будет нормальный Порт, потому что игрушка выходила еще во времена... Ну, и, собственно, сам, например, Orange Box выходил на Xbox 360 еще. И он есть по обратной совместимости. То есть, можно, по-моему, и в первый и второй Портал играть на Xbox Series X сейчас. Вроде даже с какими-то улучшениями. Но, тем не менее, на Свиче должно работать без проблем. То есть, нет ничего такого сложного в этой игре. Дальше. Идем. Live and Live. Игрушка, то есть, которая, я так понимаю, что когда-то вдохновила Octopath Traveler. Потому что визуал такой же. Раньше не выходила за пределами Японии. Но вот выглядит как то, во что бы я, может быть, посмотрел. Но с осторожностью. Потому что совершенно непонятно, что от нее ждать. Выйдет 22 июля. И вот. Nintendo Switch Sports. Причем так вот, ну, реально, как будто это Wii Sports. Но только это не совсем ремейк Wii Sports. Ну, и не позиционируется вроде как ремейк Wii Sports. Но многие похожие игры. Тут мне единственное смущает, что. С одной стороны, игра действительно, ну, вот, заточена под моушн-контрол. Для семьи должна быть веселой. Но у меня есть несколько претензий к моушн-контролу на Свиче. Мне он в основном не нравится. Да, вот самый точный, наверное, в Ring Fit. Но даже если смотреть. Ну, вот я почти каждое утро делаю зарядку в Animal Crossing. И там, ну, движения простые. И они не отслеживаются большую часть времени. То есть, большую часть времени мой персонаж просто стоит. Ну, типа, ну, что там сложно берешь, там, в руки джой-коны, просто махаешь руками, машешь. И, ну, какие проблемы могут быть? Но, тем не менее, там это проблема. На Wii, на Wii U гораздо лучше отслеживается. Хотя, конечно, если брать вот такие сборники, то, я тут скажу, мне больше понравился праздник спорта на PlayStation. С пейс-мувами. Ну, вот так вот. Ну, и тем более, сам Wii Sports я не играл, когда он выходил. Но, тем не менее, мне все равно интересно посмотреть, как это будет работать. Вот, если будет хорошее отслеживание джой-конов, я не знаю, что-нибудь, может, они сделают. Может, это действительно больше программно влияет, как-то зависит от чего-то от игры самой, чем от джой-конов. Но, если будет хорошо работать, то окей. Единственное, что... Еще одно опасение, что они могут сделать. Ну, типа, ты просто махнул и сработал. И, неважно, как ты махнул, куда ты махнул, это будет тоже скучно. То есть, если будет прямо вот точное нормальное отслеживание, тогда это будет интересно. Если будет там просто махнул, типа кнопку нажал, то лучше на кнопках поиграть и смысла особого не будет. Ну, короче, посмотрим, когда она тут выходит. Вот, будет онлайн-тест уже 19 февраля. А сама игра выходит 29 апреля 2022 года. Ну, в принципе, тоже не так долго осталось. Так, новая игра из серии Tyco. У меня, кстати, барабан есть. Я надеюсь, что сделаю его обзор. Мне подарили на день рождения уже настоящий нормальный барабан. То есть, я тогда как-то проводил стрим. Мне привозили китайский. И там дикий input lag. Ну, у меня, конечно, на стриме я еще камеры не синхронизировал. Получается, что даже на стриме я там бью палкой. А звук с этого, даже вот звук, как я бью по барабану, там через какое-то время воспроизводится. Вот, то есть, надо все синхронизировать. Не знаю, поэтому для стрима это сложно. Но вот какой-нибудь обзорчик я сделаю. Но суть в том, что вот этот китайский барабан, который я покупал, вообще не берите. Шляпа полная. Input lag невозможно играть. С этим вот барабаном, который вот мне сейчас подарили, уже нормально. Единственное, что надо в наушниках играть. Ну, либо подключать какую-то, не знаю, аудиосистему. Либо к самому свитчу. Либо там с какого-нибудь переходника. Ну, даже не с телевизора. Потому что будет все равно задержка звука у телевизора. И, ну, будет не очень точно. То есть, какие-то режимы не очень сложные. Можно там нормально играть, какие-то нет. Но с наушниками уже все четко, все нормально. Так, хорошо. Едем дальше. Triangle Strategy. Тоже вот у нас игрушка в визуале. Octopass Traveler. И выходит уже относительно скоро. Выглядит интересно. Я демку что-то так и не осилил из-за долгого обучения. Думаю, ладно, поиграем уже в нормальный релиз. Ну, правда, сейчас тоже будет выходить демо-версия, по которой даже пишут, что будет три главы. Можно будет пройти и перенести сейв. Я люблю такие демо-версии, где переносится сейв. То есть, ты как бы, ну, ты не зря играешь. Ты можешь реально в демо-версию вкладываться, как в игру. Да, вкладывать свою душу там, слушать все, читать все, что тебе пишут, обучаться играть в игру полноценно. А не так, что, ну, типа, вроде бы как демка. И там, если ничего не перенесется, ты такой думаешь, ну, вроде как не хочется в нее. Там, хочется потыкать, а тебе еще там начинают какие-то обучения. В общем, здесь правильно делают. Вот это я люблю. Так, по Cuphead у нас DLC анонсируют довольно скоро. Оно тоже у нас, ну, как летом, тоже появится. 30 июня выйдет DLC для Cuphead, в том числе на Nintendo Switch. Ну, естественно, не только, потому что Cuphead у нас есть не только на Switch. По-моему, и на плойке он есть, ну, и на ПК, понятно, и на боксе. Обновление для Metroid Red бесплатное. Режим кошмар, где у тебя вообще одно касание, и ты умер, даже слабенькое. Неинтересно мне. Окей, клевая игра, но я не настолько хардкорщик. Режим новичок. Неинтересно мне. Но самое главное, что здесь будет режим Boss Rush, как они сказали. Ну, Boss Marathon. Ну, Boss Rush, по сути, да. То есть, Марафон боссов. Вот это я бы переиграл. То есть, вот, особенно некоторые боссы мне интересны. Тоже врана в клюв. Я его показывал уже на стриме. То есть, реально, когда первый раз я его играл, там, я не знаю, с какого раза. Там, раз с десятого, с двадцатого я его замочил. Но потом, когда садился, даже там, не играв, там, полгода, сел за метро, и там, в конце года, ну, не полгода меньше получилось, но, тем не менее, с первого раза прошел уже. Прикольно. Так, Airbound добавляют и на SNES коллекцию, и на NES коллекцию. Это по подписке. Не расширенной, по обычной подписке будет и восьмибитная, и шестнадцатибитная. Дальше игры одним буквально кадром показывают. Коротко, там, этот, зомби армии. Неинтересно лично мне. Это, в общем, ладно. Вот. Mario Kart, что я обещал. Завозят целый набор трасс. Причем, смотрите, там сейчас сорок восемь трасс, и они еще сорок восемь собираются завести. Единственное, что не сразу, а, ну, получается, они пишут аж до двадцать третьего года, они будут это завозить. Но первый набор будет уже относительно скоро. Там, в первом наборе, сейчас посмотрим, я не помню, там, шестнадцать или двенадцать трасс будет. Набор будет, ну, как бы он платный, талон на дополнительные трассы, но, есть приятный нюанс, будет тем, у кого расширенная подписка, это бесплатно. И я уже говорил, помните, да, что по расширенной подписке они наверняка будут что-то завозить, потому что вот по Animal Crossing дополнение, но оно, честно говоря, фуфловое. То есть, честно, вот, мне нравится все, что в Animal Crossing есть и то, что добавили, но мне не нравится вот это платное дополнение, оно, на мой взгляд, скучное. При том, что функции, которые она дает в игре, они прикольные, но для того, чтобы эти функции получить, тебе нужно строить эти дачи, которые, ну, мне не понравятся. Мне кажется, это довольно душно. Но, вот они, наверное, даже брейнштормили, чтобы нам еще такое завести, потому что, ну, типа, подписка стала дороже, именно расширенная. Да, она необязательная, но, тем не менее, людям как-то надо для чего-то платить эти деньги. Давайте новые трассы в Mario Kart. И это круто. То есть, я так скажу, мне не нужен, в принципе, девятый Mario Kart. Почему? Ну, потому что, ну, как бы, восьмой уже есть. Ну, типа, выпустят новую игру за фулл прайс. Зачем? Есть восьмой Mario Kart 8 Deluxe, который до сих пор отлично выглядит. До сих пор отлично играется. Все, что не хватает, трассы. Вот, реально, трассы приелись. Да. Ну, как бы, наизусть уже знаешь. И тут 48 новых трасс. Вот, получается, 6 частей будет. Значит, по 8 трасс будут завозить. Да, получается, 6 частей, по 8 трасс. Окей. Ну, в принципе, тоже нормально. Там пачку, если сразу из 48 трасс бы завезли. Ну, типа, ты такой, и чё? Вот. А по 8 трасс нормально. То есть, и чувство новизны будет, и попривыкать, чтобы нормально к новым трассам. Всё-таки в игру Mario Kart надо играть вдумчиво. Это не какая-то там детская аркадка. Особенно, когда в интернет выходишь в онлайн-игру, там тебя порвут, если ты не умеешь играть. У меня был гайд по Mario Kart. Если вы не знаете, как в неё играть, посмотрите. По подписке, вот, они здесь об этом говорят. А, вот, смотрите, сейчас. Анимация. И по пакету расширения можно будет получать. Ну, вот это дополнение, мне кажется, гораздо интереснее, чем по Animal Crossing платное. Жаль, что мы не увидели никаких обновлений Nintendo 64 и Sega'овских игр, которые тоже бы, вот, хочется уже тоже, ну, увидеть. И серии. Когда они будут их показывать, если не на Директе? Ну, и последний крупный анонс, который, в принципе, многие предсказывали. Хотя я там по чатику смотрел, не так сильно порадовались люди. Я порадовался. Продолжение Xenoblade Chronicles, третья часть, которая мне показалась миксом, вот, по, ну, не знаю, стилистике, визуалу, тому, что происходит между первой и второй частью, да, у нас тут и Меканы, и, ну, там будет сейчас пара локаций, которые там вторую часть намекают оружие, да, такое вот чисто из второй части, например. Вот, и действительно, как говорится, что будет сюжет продолжать историю первой и второй части. Не знаю, как они эту историю там будут подавать, но игра выйдет уже в сентябре 2022 года. Это вот самая поздняя игра с этого Директа, сентябрь 2022 года. То есть у нас, видите, на весну много, на лето много, правда, на лето много без даты. И вот теперь у нас сентябрьская игра. Я жду. Мне интересно поиграть. Я надеюсь, что будет лучше сюжет, чем во второй части. То есть вторая часть хороша в целом по геймплею. Там есть лишние моменты, особенно вот эти филд-скиллы, которые там где-то тебе там ты не можешь пройти. Тебе нужно разблокировать определенный скил у определенного блейда. Для него нужно там прокачать для этого. Это, ну, реально душнит очень часто. Ну и сюжет, конечно, во второй части, я считаю, полная шляпа. Я его, да, полностью проходил. Это полная шляпа сюжет. Я сейчас его перепрохожу игру. Ну, мне интересно по геймплею. Но каждый раз, когда катсцена, я просто в телефон залипаю. То есть я знаю, что происходит в игре. Ну, без знания, что происходит в игре, конечно, тоже было бы скучно. Но слушать эти диалоги, ну, просто увольте. Я надеюсь, что третья часть будет лучше. Потому что первый сюжет был, ну, нормальный, с диалогами нормальными. В Xenobay Chronicles X на Wii U. Жаль, что ее не портируют пока. И, видимо, никогда не портируют. Но, тем не менее. Да, там тоже у меня к сюжету были вопросы. Но в целом диалоги были нормальные. Но вторая часть нет. Так что на третью у меня большие планы. Ну, а остальное, там, не знаю, Bayonetta, Zelda, что еще должно там выйти. Или там может выйти в 2022 году. Об этом мы увидим информацию на каких-то других директах. Может быть, в июне. Может быть, я не знаю, больше, ближе к зиме. Ну, там, осенью, да, в сентябре, в октябре будет директ. По поводу, опять же, других, там, каких-то игр. Смотрите, у Nintendo все равно бывают какие-то промежуточные анонсы. То есть, они могут раз, там, внезапно выкатить какой-то анонс. Опять же, какая-нибудь индюшатина, в которую, в том числе, должен включаться Hollow Knight Sealsong. Это отдельные директы, где по Indie World, да, там, или как это называется. Напишите мне в комментах, какой релиз вы ждете больше всего. Что вас больше всего впечатлило на директе. И что вы, вот, прям, готовы предзаказать или, вот, обязательно. Ну, или напишите, что вас вообще не интересует абсолютно, если вдруг вам директ даже не понравился. Ну, с вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные игры об играх, игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне, Бусти и Ютубе. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.